добрый вечер всем у нас сегодня 22 октября 2024 года тройку пока снимаю потому что он у меня улегся на мою крана нашу кровать и спит ну и спешу вам немножечко рассказать одну-две минутку сегодня не буду вам много говорить и рассказывать просто я знаю что вы за нас переживаете я знаю что многие во всяком случае вместе с нами как говорится желают жанлюку здоровья в общем сегодня мы наконец-то встретили кардиолога съездили с утра ну и в общем-то оказалось все так как я и предполагала а вот ну что понятно дело он перенес на ногах инфаркт когда рассказали доктору что нас не хотели брать в госпиталь он сказал что это такое дело что на ней таких в общем такой госпиталь нужно подавать в суд что это вообще неправильно человек с тяжелейшим инфарктом но перенес короче на ногах его сейчас госпиталь определили а вот госпитале находится то есть ну где-то два часа его уже туда увезли ну и в общем завтра будут смотреть его сосуды прочее короче говоря ну не знаю пока ничего говорить не могу и я потому что не знаю знаю что только то что но во всяком случае лечение какое-то ну вроде началось вот так мне кажется но сегодня наверное все исследования необходимые а вот ну и райка у меня скучает сегодня не спал целый день ходит смотрит чувствую что что-то не тут произошло ну хотя бы знаете потому что так вот очень страшно как вы сами понимаете смотреть на человека который в общем-то как вы видели угасал на глазах это неправильно вообще доктор был в шоке мы все 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 ему рассказали вот про лекарства опять пройти злосчастные спросил кто вам их назначил мы показали дали документы он правда ничего не сказал потому что ну просто спросил кто почему их назначили потом сказал что что-то тут как говорится не чисто что ли так он как-то сказал непонятно короче говоря что то в этом тут непонятно но в общем не знаю что как ничего не буду вам как говорится рассказывать больше чем я знаю ну нам остается только вот мне лично молиться за жанлюка то есть желать ему здоровья вот кто-то написал что я темой спекулирую ну знаете как что я вам хочу сказать у меня пока вот никакие другие темы в голову и не лезут потому что ну понятное дело когда кто-то болеет рядом нет никаких особых и тем и размышлений у меня все мысли о том чтобы жанлюк поправился я не могу видеть чтобы вот человек так страдал ну что дети позвонили его мои мои дети тоже то есть ну все мы на связи друг друга держимся как бы вместе потому что действительно ситуация очень очень непростая ничего плохого о детях сказать не его ни моих не могу потому как ну все все спрашивают что как в общем то все сейчас прямо с друг другом на связи все обменялись телефонами все в общем очень очень переживаем вот очень переживаем как бы там не было когда человек страдает и тем более близкий человек но очень это все неприятно кстати сказать вам всем большое огромное спасибо за участие за то что вы там желаете нам пожелания за 8 за все 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 хорошее что вы нам пишете нам очень приятно ему передаю им возможно это для него тоже какая-то поддержка ну извините что я сейчас вас вам не показываю меня потому что ну не потому как я как-то ужасно выгляжу или прочее мне просто но не хочется сидеть перед камерой у меня нету извините желание вот я тут быстренько все вам рассказала вот четыре минутки у меня почти прошло райком не лег спать всем вам как говорится здоровья счастья успехов ну и моему женлюку тоже наверное нужно пожелать здоровья пока пока всех вас целую обнимаю и очень надеюсь что до завтра